Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Устинов Юрий Александрович. Я руководитель детского технопарка Smart Park в Национальном исследовательском университете МИЭД. Сегодня мы с вами поговорим про умный город, про те стратегии и направления, которые входят в такое большое и обширное понятие. Проблемы, которые должны решаться в рамках проекта, должны быть направлены на те стратегии, которые вы можете видеть. Здесь перечислены основные из, опять же, довольно большого направления умный город. Человеческий социальный капитал. Здесь решаются вопросы по улучшению оказания медицинской помощи, обеспечению социальной поддержки и улучшению качества образовательных услуг, в том числе и в культурных сферах за счет внедрения цифровых технологий. Городская среда. Эффективная цифровизация жизни города, в том числе, должна улучшать качество оказания жилищно-коммунальных услуг и оптимизация городского планирования и застройки, в том числе с использованием технологий больших данных и в принципе цифровых технологий. Цифровая мобильность. Виртуальное присутствие жителей города равноценно физическому присутствию за счет применения цифровых технологий. Это экономит временное перемещение по городу и может улучшать услуги в области туризма и путешествий. Городская экономика. Обеспечение благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, в том числе рост производительности труда и усиление рыночных позиций. Система на базе искусственного интеллекта должны помогать развивать эти направления и улучшать качество. Безопасность и экология. Улучшение экологической ситуации в городской черте всегда было важным моментом при создании проектов и новых инженерных решений. Они должны повышать эффективность использования природных городских ресурсов и позволять адаптироваться к климатическим изменениям. Безопасность. Переход от традиционных систем к интеллектуальным системам безопасности должен сильно повысить уровень комфортности у жителей города. В рамках проекта «Умный город Москва-2030» был проведен опрос о том, какие сферы городской жизни нуждаются в цифровизации и создании новых решений на основе цифровых технологий. Как мы видим, медицина, личная безопасность, уход и поддержка пожилых людей особо выделены жителями городов. Теперь пару слов про конкретные примеры проектов, которые были представлены в прошлом году на Московском городском конкурсе проектов. Призовые места заняли такие, как автоматизация системы проветривания помещений, оптимизация современной парковочной системы. Интересные и востребованные проекты создаются с использованием систем V2V и V2I. В завершении хотел бы пожелать вам успехов в создании проектов, направленных на улучшение качества жизни городской черты. Продолжение следует...